Виталичка, ну пожалуйста, проси, что хочешь. Хочешь, я буду каждый день чай тебе заваривать и шоколадку приносить? Нет, давай я буду охранять твою гримерку от полчища поклонников, да? А, нет, я придумал. Хочешь звезду с неба? На что только мужчина не готов. Ради банки огурцов. А я ведь на зиму готовил, Саша. Отлично, давай открывать. Надо открывашку где-то найти, да. Доброе утро, губерния. С вами любитель солености Александр Кондратьев. И кулинар от бога Виталия Пушнякова. Все, наконец-то наступил сентябрь и каждый садовод знает, что пришло время заготовок на зиму солений, варений, маринадов и прочих вкусностей. Самое главное помнить о советах опытных хозяек. Да, ну о советах сегодня, конечно же, поговорим. Но если вы равнодушны к запасам на зиму, то расскажем, как подготовить себя к осени, о самых модных тенденциях, как выглядеть огурчиком немаринованным. В этом году, говорят, особенно уродилась морковь. А вот в прошлом году, я помню, огромные запасы яблок. Все так и делились своими урожаями в качестве сока яблочного. Повидло, пюрешечки, компоты. В общем, всем яблоки надоели. О, в этом году морковь отлично. Да, можем гнать уже морковный сок, мне кажется. Какой сегодня будет дождь, а может быть его и не будет, грибной, яблочный или морковный, расскажут синоптики. Субтитры предоставил DimaTorzok В полиции Тольятти переменная облачность, 19 тепла, ветер северо-западный 4,6, порывы до 8 метров в секунду. И немного актуальных новостей прямо сейчас для разминочки. Праздничное мероприятие, посвященное годовщине открытия Аллеи Дружбы Народов, состоится 7 сентября в Самаре. Начало в 11 утра. Вас ждут несколько площадок. Национальная, спортивная, детская, а также город мастеров. Кроме того, на Аллеи высадят несколько новых деревьев, так что вы тоже можете принять участие в этом замечательном мероприятии. Ну а завершится шоу настоящим авиашоу. Тольяттинские футболисты заевали бронзу на первенстве России. В финале, который прошел в Башкирском Салавате, бились команды девушек до 17 лет. Софья Прокопьева, Полина Иванова, Ксения Селиванова и Анна Вилакова, выступавшие за сборную Самарской области, таки одолели кеморовчан со счетом 1-0 в утешительном финале. Поздравляем девчонок. Ну что, вся надежда на женский футбол? Ну, надеюсь, что у мужчин еще есть шанс реабилитироваться. Тольяттинцы приглашают жителей своего города на веселую массовую зарядку. 7 сентября у торгового центра «Русь на Волге» в 12 утра все начинается. Есть даже свой дресс-код для этого мероприятия. Нужно прийти в галстуки бабочки обязательно. Так что, да, готовьтесь, Саша, ты, мне кажется, можешь поучаствовать, у тебя целая коллекция. В программе концерт и розыгрыш призов, тех самых бабочек, аксессуаров для телефона и сертификатов на сытный обед. Ну, а также, конечно же, вас ждет массовая фотосессия. А если вы, скорее всего, поедете за грибами в лес, нежели в Тольятти, на зарядку, то зарядка сама придет к вам в дом. Открывайте двери нашей рубрики «Простые движения». Доброе утро, наши дорогие телезрители, и мы начинаем очередную утреннюю зарядку. Для сегодняшней зарядки нам понадобится бодибар. Вместо нее можно использовать гимнастическую палку, швабру или что есть дома. Первое упражнение – мертвая тяга. Хватит чуть шире плеч, спинка прямая, лопатки сведены. Выполняем наклон вперед, прямой спиной. Ведем бодибар ниже колен. Максимально растягиваю заднюю поверхность бедра и гайдичные мышцы. Выполняем разгибание корпуса и напрягаем гайдич. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Выдох. Выдох. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Еще разок. Десять. Закончили. Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение – тяга в наклоне бодибара. Обратный хват, чуть шире плеч. Выполняем наклон прямой спиной вперед. Максимально растягиваем мышцы спины. Подтягиваем плечи и максимально сводим лопатки. Вдох. Выдох. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Еще разок. Хорошо. Закончили. До свидания. До новых встреч, друзья. Саша, ты когда-нибудь слышал про такое блюдо – соленые лимоны? Фу, гадость-то какая. А вот и нет. Оказывается, их подают к жареной рыбе. Получается очень вкусно. Как приготовить такое блюдо? На один стакан соли, три-четыре стакана воды и залить вот этим рассолом целые, хорошего качества лимоны. Да, чего только не придумают. Вот даже изобрели специальный кухонный прибор-маринатор, который позволит приготовить блюдо за 9 минут. Секрет приготовления за такой короткий срок – в насосе, создающем вакуум. Волокна быстрее раскрываются, маринад проникает внутрь пищи, мгновенно пропитывая ее соком. За счет вращения прибора процесс происходит равномерно, что придает пище прекрасный вкус и аромат. Ну, чудесно. Ну, а в середине сентября нас ждут капустные вечерки. При свете лучины девушки рубили капусту для закваски. Ну, и, конечно же, чтобы не было скучно, пели песни и друг друга развлекали шуточными историями. Ну, вот с тех пор у нас остались капустники, вот эти замечательные творческие вечера. Ну, а, кстати, квасить капусту впрок впервые придумали именно славяне. Всю долгую зиму эти запасы спасали наших предков от недостатка витаминов. Ну, а кроме капусты, что мы еще засаливаем? Конечно, огурцы, грибы, кстати, поскольку в осеннем лесу их навалом. Только не забывайте использовать при консервации специи и пряности, которые придадут блюду пикантный вкус. И, конечно, сроки хранения сразу увеличатся. Чаще всего применяют укроп, чеснок, хрен, базилик, сельдерей и эстрагон. Соль используйте желательно крупного помола. Ну, а овощи получатся вкусными и сохранятся надолго, если вы положите в баночку несколько листочков, например, дубовых, смородиновых или вишневых. Разложите их в банки между овощами. Это поможет сохранить плотную консистенцию вашего соления. И еще один маленький секрет. Чтобы помидорчики не полопались у вас в банке, проколите кожуру тоненькой палочкой. О том, что делали наши предки в этот осенний денек, расскажет календарь губернии. Сегодня 5 сентября. Ровно 154 года назад, 5 сентября 1860 года, Самара обзавелась собственным банком. Общественный банк был первым, но далеко не последним. С годами в губернии появилось около десятка всевозможных финансовых учреждений. На счета первого Самарского банка перечислялись средства от сборов в пользу города, крупные суммы благотворительных взносов. И если в 1864 году оборот банка составлял всего 62 тысячи рублей, то в 1880 он достиг 12 миллионов. Бороду носил и русский писатель, драматург, граф Алексей Константинович Толстой. Автор известного романа «Князь Серебряный» и драматической трилогии «Смерть Иоанна Грозного» родился 5 сентября 1817 года. В соавторстве с братьями Жемчужниковыми он создал образ Козьмы Пруткова. Помните крылатое выражение «Нельзя объять необъятное, зри в корень». В пятый день осени родился Владимир Гальченко, председатель Самарского отделения Союза театральных деятелей, заслуженный артист России. «Что в имени тебе моем?» – восклицал светило-русской поэзии Александр Пушкин. «Каждое имя имеет свое значение». Алексей – защитник, Светлана – дарящая свет, Виктория – победительница. А какую тайну хранят имена Елизавета, Николая, Иван и Павел – хорошо знают их обладатели, сегодняшние именинники. Народный календарь сегодня обещает первые заморозки и предупреждает – до луповских морозов не уберешь овес, наглотаешься слез. В старину на лупы брусничника ходили в лес за брусникой клюквы, еще примечали, откуда начали желчеть листья на березе. Если с верхушки дерево, то на следующий год весна будет ранее, а если снизу, то позднее. Таким был пятый день первого месяца осени в истории. Хорошего дня и до завтра. Адрес нашей редакции остается прежним – утрособакогуберния.тв.ру, город Самара, 443-068, улица Новосадовая, 106, корпус 106. В рубрике «Яркие кадры» красочные фото с фестиваля красок, прошедшего в Самаре в конце лета. Традиция идет к нам из Индии, где отмечают праздник Холи. Фестиваль, как правило, приходится на начало весны, но у нас же этот фестиваль – праздник ярких красок лета. За фото благодарим Сергея Семика. Ох, сколько всего интересного было этим летом. О последних фестивалях уходящего расскажет Марина Баркова. «Гарфест» – одно из крупнейших автомобильных шоу в Поволжье. Традиционно проходит в начале августа на аэродроме Смышляевка. Более 300 красавиц на травяном подиуме демонстрируют обтекаемые формы. За каждым авто стоит либо гениальный мастер, либо целая эпоха. Центром внимания оказались отечественные раритеты прошлого века. Современной молодежи невдомек, на чем, к примеру, ездили на работу члены ЦК КПСФ в 50-х. Всем, конечно, интересно. Аж таких машин практически не осталось. Их было всего выпущено 21 тысяча, 507 штук. Из них сохранилось, может, там где-то в тысячи-три-четыре больше не сохранилось. Я имею в виду по России. На взлетной полосе аэродрома Смышляевка плавится асфальт. Но народ от солнца не прячется. Ведь стартует бешеная гонка на 402 метра, так называемый драгрейсинг. Очень обширная география. Даже с Иванова ребята приехали. Сумасшедшие абсолютно ребята ездят. Хочу сказать, что народу не ожидали столько парк, не рассчитывали. Буквально уже четвертый раз переносим размеры, никак не могут вместить желающих. За бортом плюс 35. Для спортивного двигателя это очень большая нагрузка. Все машины в зоне ожидания перекатывают вручную, берегут движки самодельных болидов. Скорая помощь и для людей, и для машин – обыкновенный дачный опрыскиватель. Несмотря на пекло, профессиональные гонщики к своей экипировке отнеслись серьезно. За 7-9 секунд машины набирали до 200 км в час. Дабы укротить пыл железного коня, некоторым потребовался парашют. Другим достаточно было не спеша крутить педали. Конь беспедальный стал главным средством передвижения на фестивале исторической реконструкции «Ратное дело». Впервые за 4 фестивальных года конный турнир был командным. По такому случаю из Москвы и Пензы прибыли звезды реконструкторского движения. Современные молодцы на себе испытали, что значило быть воином 13 века. Организатор фестиваля Алексей Романов признается, нагрузка во время побоища несравнима ни с какими тренировками в фитнес-клубе. Я к таким нагрузкам не готов, поэтому устаю сильно, быстро. Конечно же, тренироваться надо каждый день. Люди, которые этим занимались на протяжении всей жизни, наши предки, они делали это постоянно. Поэтому такие нагрузки для них были не впервой, а нам, конечно же, тяжело. Если в прошлом году события в Старом Буяне напоминали расстановку сил перед Ледовым побоищем, в этом году выстроили три лагеря – русичи, степняки и западные рыцари. В Золотую Орду представляли клубы из Тулы, Казани, Саратова и Москвы. Прибыли половцы из города Энгельса. Романтика рыцарского века, стрельба из лука, примерка доспехов, звон клинков одинаково захватило как зрителей, так и участников. Смешались в кучу кони, люди, и это было в духе того времени. Марина Баркова, Виталий Рылеев, Александр Дмитриев, Александр Каракулько. Программа «Утрогуберния». Маринованные груши идеально подходят холодной птице. Конечно, можно использовать классический рецепт, но не забывайте про эксперименты, добавляя перчик чили, например. Да, ну и как раз наша рубрика «Грушинское утро» поспела. Прямо сейчас подпиваемся вместе. Это было в другой стране, по которой прошла война. Мы работали, как во сне, и задача была одна, Чтобы грубость и красота совместились в твоей судьбе. Чтоб ни деньги, ни пустота не мешали смотреть тебе На бескрайнюю территорию, на которой мы все живем. Это родина, и не более, но единственная притом. Поменять невозможно нам, Прожитое под песни нарв. В Заполярье остались там И зимовок, тоска, и фарт, И остался еще запас Золотой мерзлоте земли. Только это уже без нас Мы все сделали, что смогли Для заснеженной территории, На которой мы все живем. Это родина, и не более, но единственная притом. Это родина, и не более, но единственная притом. Я не знаю, кто правит ей, Но, похоже, она сама Сберегает своих детей. Если, если с юга идет война, Если с запада все гнильет, И с востока недобрый взгляд, Если с севера снег и лед, Все выдерживает земля. Это родина, и не более, но единственная притом. Это родина, и не более, но единственная притом. В гостях у нас кулинарных дел мастера Алифтина Моисеева Из Самарского техникума кулинарного искусства. Доброе утро. Доброе утро. И сразу первый вопрос. Отличались ли современные рецепты? Отличаются от того, Как наши предки заготавливали соленья, варенья, маринады? Ну, вы знаете, я бы не сказала, что особо отличается. Ну, конечно, есть какие-то новые актуальные направления в этом смысле. То есть, например, есть сейчас замораживание не только сухое, но еще и во льду. То есть есть фруктовые льды, есть цветочные льды, пряные и так далее. Интересно. То есть, впервые слышу о таком. Как заморозка плохо может влиять на ягоды и фрукты, Убивает у них какие-то положительные вещества или нет? Нет. Вы знаете, заморозка, она как бы наоборот сохраняет в ягодах, в овощах, в плодах Все то полезное, что в них есть. Когда вы их вынимаете из морозильной камеры, Они у нас как бы по внешнему виду и по вкусу остаются такими же, как и в свежем виде. И витаминки все сохраняют? Да, все витамин, все питательные вещества практически все остаются. Здорово. Сколько можно хранить в таком виде? Ну, при низких температурах, до 23 градусов, можно хранить до 12 месяцев. Если вы храните от 0 до 8 градусов, то в течение 3 месяцев. Интересно. А что вот лучше заморозить, а что засушить, например? Ну, вы знаете, сейчас можно заморозить все и засушить все, но в заморозке, конечно, лучше не использовать чеснок и лук, потому что он как бы хранится и в своем состоянии в течение сезона вот этого вот зимнего периода. А сушка также сохраняет все витамины, полезные вещества? Сушка, да, она тоже сохраняет все питательные вещества, все витамины, минеральные вещества. Ну, там внешний вид, конечно, немножко другой. Потому что как бы при сушке плоды, ягоды и овощи, они как бы уменьшаются в размерах, теряется внешний вид. И при приготовлении их нужно заранее там какие-то замочить, какие-то там отварить, а замороженные овощи, они уже практически готовы к употреблению. Что можно точно засушить, это грибы, я помню, как у бабушки вот висели ниточки везде. Можно засушить, их можно и замораживать, причем и с тепловой обработкой, и без. Тем более сентябрь, начало грибного сезона, какие грибы у нас растут в области, в нашем регионе? Ну, это, конечно же, опята, лисички, встречаются грузди. Такие вот самые распространенные, я считаю, грибы. Какие самые, может быть, интересные блюда с грибами вы посоветуете, чтобы наши жители губернии уже прямо сейчас пришли из леса и наготовили много вкусностей? Ну, какие самые вкусные блюда? Я считаю, что самые лучшие, это, конечно же, жареные грибы, вот именно только собранные. Пожарить эти грибы, приготовить картофель, можно в жареном виде, в отварном. И сесть покушать. Да, с любыми соусами. А осенью еще созревает рябина. Что можно сделать, например, с ней или с какими-то еще диковинными ягодами? Не знаю, может быть, там черемуха люди собирают иногда и что-то делают? Ну, с ягодами можно приготовить соки, можно приготовить всевозможные компоты, законсервировать. Можно заморозить так же, потому что рябина, вот, например, клюква, брусника, они вообще очень полезные ягоды. То есть они, как бы, являются еще и лечебным средством в зимний период. При гриппе, ОРЗ, ОРВИ. А правда, что маринады совсем не полезны для нашего организма? И на самом деле все эти соленые огурчики, помидорчики, это вот... Столько наполняют на наши желудки и все. Ну, да, наверное. Ну, я бы так не сказала, потому что маринады, вы знаете, можно готовить не только вот с пищевым уксусом. Можно готовить и с продуктами, которые содержат кислоту. Это лимонный сок, сок красной смородины, это также и томатный сок. И можно использовать пюре щавеля, которое очень, кстати, полезно для организма. Ну, кстати, щавель. Маринад. Про него-то мы и забыли. Алевтина, спасибо большое за это многообразие рецептов. Я думаю, у наших зрителей уже текут слюнки. Да. И они готовы к походу в лес за грибочками. Ну, а сначала двигаемся дальше. Впереди новости губернии. В эфире новости губернии. Доброе утро. В студии Татьяна Потоцкая. Уникальное производство запущено в Волжском районе. Технологии отечественные. Свою конкурентную способность уже доказали. Предприятие в поселке Курумыч будет выпускать стальные шпунтовые конструкции, которые используют при возведении гидросооружений, то есть причалов, набережных, а также транспортных развязок и подпорных стен. Учитывая, что в ближайшие четыре года все это для региона более чем актуально, в том, что продукция будет востребованной, никто не сомневается. Мы на Волге. Мы делаем большие объемы работ по берегу укреплению, для того, чтобы людям создать нормальные условия для жизни и делать, благоустраивать берега Волги. И саму реку сохранять. И в этом смысле, конечно, на нашей территории, на Самарской земле, это предприятие исключительно важно. Сами делаем рядом, поставщик, сколько надо, быстро, оперативно. Технологии свои, российские технологии. Николай Меркушкин укрепил позиции в рейтинге влияния главсубъектов. Результаты исследований за август публикует агентство политических и экономических коммуникаций. По данным за июль, руководитель Самарской области занимал девятую строчку, а теперь поднялся до восьмой. Первое место уже традиционного мэра Москвы Сергея Собянина, следом глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Облазберком напоминает, в регионе стартовала процедура досрочного голосования для тех, кто по уважительной причине не сможет воле изъявиться 14 сентября. Избиратели ждут до 9 сентября в помещении территориальной избирательной комиссии, а также с 10 по 13 сентября в помещении участковой избирательной комиссии. В будние дни с 16 до 22 часов, в выходные с 10 утра до 6 вечера. Бланк заявления о досрочном голосовании можно получить непосредственно на месте или скачать с официального сайта облазберкома. При себе необходимо иметь паспорт или заменяющий его документ. В Самаре открыли футбольное поле для воспитанников школы-интерната. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, но безграничным желанием выигрывать. Меньше года назад обратились к Минспорта с просьбой помочь. Обещанного долго ждать не пришлось. Как прошла первая игра и какие перспективы у юных спортсменов узнала Ирина Трофимова. Первый матч на новом поле. Соперники принципиальные. Молодежная команда «Крылья Советов» и хозяева площадки. Воспитанники школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья. Встречаются уже не первый раз. Самый допоминающийся с колесоветами был. Мы хорошо играли, но проиграли 1-0 зато. А так раньше давно мы тоже играли с ними же, но только проиграли там 7-0, 8 было. Расти в спортивном плане есть куда. Да и возможности теперь появились. Меньше года назад представители общества глухих и спортивная федерация спорта глухих обратилась к министру спорта региона с просьбой помочь. Ведь своего поля должного уровня в интернате просто не было. А вот желающих заниматься хоть отбавляй. Дети, призеры и участники олимпийских игр, паралимпийских игр, чемпионата по футболу, призеры занимали первые места. И ребята, конечно, всегда обращались к нам с просьбой иметь такое поле. Сегодня на этом поле занимаются ребята массовых школ, ребята с проблемами здоровья. Это поле объединило детей. Это поле помогает решить проблему, важную социальную, помогает принять людям, обществу, человека с ограниченным возможным здоровьем. Всего же только в этом году в планах регионального Минспорта установить 42 спортивные площадки. Это площадки 30 на 60 с травяным покрытием и с полимерным покрытием, где можно будет играть и в футбол, и в баскетбол, и в хоккей в зимний период времени. И вот такие вот маленькие площадки 20 на 40 с травяным покрытием. Ирина Трофимова, Алексей Гриднев, Новости губернии. Место встречи «Аллея дружбы» в регионе в субботу пройдет большой праздник дружбы народов. Всех ждут в микрорайоне Волгарь на улице Осетинской. Тематические площадки начнут работать с 11 часов. Организаторы обещают насыщенную культурную программу и, конечно, вкусные угощения. Все с национальным колоритом. В программе выступления известных спортсменов, в том числе олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Концерт, шоу мыльных пузырей, все народности, проживающие на территории области, объединит символичный хоровод дружбы, а завершит праздник авиашоу. До места с 9 часов до 12 будут ходить бесплатные автобусы от Площади Революции. Обратные рейсы с 14 до 16 часов. И пока на этом все. Увидимся. И снова доброе утро, губерния. С вами по-прежнему Александр Кондратьев и Виталия Пушникова. Мы сегодня собираем осенне-летний урожай, ну а все грибы, какие только существуют, прорастают именно в первый месяц осени. И любители этого чуда природы с радостью не только отправляются в лес на охоту, но и делают заготовки. Грибы могут быть, конечно, самыми разными. Съедобные, смертельные, очень красивые и совершенно обыкновенные. Но я думаю, что грибников в нашей губернии полно, и все хорошо разбираются в грибах. Но мы вам сейчас покажем какие-то уникальные экземпляры, которые вы, может быть, никогда в жизни не видели. Итак. Гриб с очень интересным названием дьявольская сигара. Это, можно сказать, самый редкий гриб на нашей планете. На данный момент ученые нашли всего два места на земном шаре. В горах Нары и в двух отдаленных уголках Японии. Название гриба не случайно. До момента своего созревания он выглядит довольно непримечательно и напоминает темно-коричневую сигару. Однако позже верхушка этой сигары раскрывается, превращается в коричневую звезду и со свистом отправляет на волю споры. Насчет съедобности ничего узнать нам не удалось. Поэтому если встретите в наших губернских лесах эту дьявольскую сигару, я бы не советовал нам ее пробовать. Отдайте ученым на исследование. Да, ну а следующий гриб ежовик грибенчатый. Несмотря на свою причудливую форму и внешность, он не только полезный, но еще и очень вкусный. По крайней мере, так говорят те, кто его пробовал и остался в живых. Само тело гриба грушевидной формы, поверхность покрыта шиповыми наростами, которые издалека можно принять за мех. Мне кажется, что некоторые даже за какую-нибудь собачку принимали этот гриб или что-то такое. Ну, его называют в народе грибная лапша, львиная гриба или обезьянья голова. В наших краях он, к сожалению, не растет. Может встретиться вам в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, в предгоре Кавказа и в Крыму. Вот по вкусу этот гриб напоминает мясо креветок. А вот коралловый гриб выглядит так, будто должен расти где-нибудь на рифе. Ученые определили, что существует всего 1200 видов разновидностей таких грибов, которые отличаются разными оттенками, начиная от белого и бежевого до ярко-оранжевого и пурпурного. Эти грибы растут в основном в тропических районах и, к сожалению, несъедобны. Ну и на десертик небесно-голубой гриб. Вот такой красавчик. Растет он в Новой Зеландии и Индии. Эти голубые грибы могут быть ядовитыми, но их токсичность еще пока мало изучена. Свой отличительный голубой цвет он приобрел благодаря пигменту азулину, который также встречается у некоторых морских обитателей. Да, ярко-голубой гриб – это очень красивое зрелище. Жаль, не существует в природе грибов стату или аэрографии. Для этого нужно обращаться к художникам, обладающим тонкой техникой. Знает о них Татьяна Карпова. Пока одни художники продолжают работать по старинке, вводя кисточкой по холсту, представители Самарского андеграунда вовсю экспериментируют с материалами. К примеру, Евгений Масленников с помощью красочных аэрозолей и специального инструмента. Новоявленный может преобразить любую поверхность – от хлопчатой бумажной майки до полноразмерного холста. В основном аэрограф для меня как вспомогательная вещь в живописи, например. То есть там что-то сделать такое, а потом доработать кистью, еще по верхам и стихинам пройтись вообще. За последние несколько лет Масленникову удалось подружиться с аэрографом. Простенькую картину молодой человек рисует одним махом, при том, что эта техника не дает права на ошибку. Случайную кляксу даже химикатом не выведешь. Никаких секретов фирмы. Главное – тщательно и планомерно проработать эскиз. Есть как бы разные способы работы. Я как бы работаю в свободном стиле. Я практически не использую масок. То есть сразу рисую. Евгений Масленников считает аэрограф своим талисманом. Благодаря необычному инструменту художнику удалось поучаствовать в уникальном проекте «Останки завода». На протяжении двух недель художники преображали руины 4-го ГПЗ в произведения современного искусства. Взял сетку белую и на ней в свободной технике изобразил портреты этих людей с этих фотографий. И надел на зеркало. То есть поставил в раму. И получался эффект. Это как бы серия называется «Призраки завода». Сейчас художник осваивает смешанную технику. В рамках одного холста используют и аэрограф, и масляные краски, а то и простой карандаш. Татьяна Карпова, Виктор Соколов. Программа «Утро в Убернии». Осенью нужно все свое свободное время проводить, конечно, не только на кухне, закатывая баночки с огурцами и помидорчиками, но еще на какие-нибудь культурные мероприятия выбраться. Для этого тоже нужно подготовиться. В гостях у нас Валерия Лащева, профессиональный имиджмейкер, руководитель школы имиджа. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Каким будет модное осеннее настроение в этом году? Мода – это та тема, которая не оставляет равнодушным никому. Это точно. Знаете, если я вам скажу, что модно сейчас быть немодным, вы со мной согласитесь? Пожалуйста. Я удивлюсь немножко, да, но соглашусь. Ну, на самом деле, сейчас действительно народ, можно сказать, устал от такой насыщенной информации о стиле, о моде, и сейчас в тенденцию входит такое направление, как нормкор. Слышали? Да-да-да, когда все выглядят, в общем-то, абсолютно обычно, просто. Вы разговариваете, разговариваете. Нету никаких требований к одежде, да. То, что мне, то, в чем мне удобно и комфортно, то и ценится. Ну, для любителей все-таки интригующих каких-то вещей и, скажем, такой яркой жизни, да, моды, диктаторы моды тоже дали полную такую свободу и сказали – носите все, что вы хотите. Вот, и поэтому, если говорить о модных тенденциях, именно на 2014-2015 год, да, осень в частности, то нет, как правило, каких-то вот определенных жестких требований, и абсолютно все в моде, и широкие брюки, узкие брюки, в общем-то. Единственное, на что мне бы хотелось обратить внимание, конечно, это цвет. То есть я всегда, я люблю вообще работать с цветом, потому что цвет, он дает колоссальные ощущения, как самоощущения человеку, да, так и окружающие, потому что глаз, он устает от монохромности, там, однотонности, да, и когда человек искусно пользуется цветом в оформлении своей внешности, то его образ всегда становится привлекательным. И поэтому единственное, вот какие оттенки и цвета модны в новом сезоне, это, конечно, красный. Интересный. Сильный, да? Потому что как не зайдешь в какой-нибудь магазин, да, осенью, обычно все в таких бежевых тонах, вот уже который год. Да, описка прошлого года – бежевое пальто. Да, что-то такое. Нет, ну, на самом деле, вот красный, бежевый, он тоже остается бежевый, это охромный цвет, он всегда в моде, да, то есть это тот цвет, на который мы можем накладывать другие оттенки. Поэтому, безусловно, бежевые, они всегда присутствуют, так же, как и серые. Но вот акцентные цвета – это будут красные, это будут зеленые, зелено-синие, то есть именно сложные оттенки, не чистые цвета, а именно его оттенки, да, зелено-синий цвет петроль, там, синий-желтый, допустим, да, цвет мяты, цвет, скажем, липы, вот такие вот оттенки, то есть сложные сочетания в цвете. Ну, это вот основное, да. Если брать силуэты, то здесь, конечно, доминируют прямые силуэты, А-образные силуэты, то есть свобода. Валерия, давайте сделаем небольшую паузу, прервемся на нашу традиционную рубрику. Как готовят себя жители губернии к смене сезонов? Ну, мы сейчас вообще строим дом активно и перебираемся из Самары в деревню, вот, Кенельского района. И там уже планируем активно заниматься огородом, и пока мы только сажаем там сад. Консервируем, там и варенье варим. Варенье кубничное в этом году сварили, очень вкусная сдача. Явыки морозим, овощи некоторые морозим, там перцы, помидоры, зелень режем тоже морозим. Я вот сейчас еду, видите, по спортивному деревню, поэтому у меня подготовка к зиме дома. Мне надо утеплиться. На зиму помидоры солим, огурцы солим, салаты делаем. Все делаем? Огурцы солим, скажем, компотики делаем, замораживаем ягодку. В первую очередь, наверное, это витамины, ну, чтобы семья была здоровая. Плюс заготовки на зиму. Варенье кушаем. Зимой они не едятся. Ну, летом как бы готовишь, думай о зиме, а потом осенью ешь. Запасаемся витаминами, фрукты, ягоды, в общем, все, что есть на наших рынках, на наших дачах. Стараемся и ребенка тоже кормить, подкармливать, так сказать, набирать запас зимний. Вы пришли сегодня не одни, очень большое количество аксессуаров взяли с собой. Действительно, они делают из нас ярких личностей, давайте о них разговаривать. Ну, вы знаете, говорить то, что модно в этом сезоне, это, конечно, тоже бессмысленно, потому что аксессуары, они всегда подбираются с учетом типа человека и его внутреннего мира, да? Аксессуары, как ничто другое, выделяют именно суть человека. Я хотела вот вам показать несколько вещей, в общем-то, сейчас модных айдмейт, аксессуары ручной работы. Вот как можно использовать броши, вот винтажные броши, допустим, да, брошь, она, почему-то женщины боятся носить брошь, но ведь брошь это очень, всегда такой достаточно романтический и тонкий аксессуар. Запоминающийся. Да, и запоминающий, да, который можно использовать абсолютно в любой вариации, как, ну, вот такого плана, вот броши, да, скажем. То есть такие крупные, да? Крупные, да, в этом сезоне, в основном такие крупные идут аксессуары. Брошь можно использовать, вот очень модный пояс кушаки, и брошь можно использовать как элемент декора на ремнях, да? Можно точно так же, вот, допустим, взять пояс, который можно и как галстук, и как брошь, я уж так быстро вам покажу. Ну, вот таким образом, да, на любое платье, любая брошь будет смотреться хорошо и придаст некую изысканность. Еще вот такая есть тенденция, как текстильные бусы, вот текстильное ожерелье. Это просто берутся текстильные бусы и вплетаются в ткань, и вот таким образом, и можно получить довольно-таки... А что, ну, все, о женских аксессуарах и о женских аксессуарах. Давайте, вот, я вижу бабочки, мужские аксессуары. Да, да, конечно, тренд сезона бабочка. Ну, здесь есть некие свои условности и осторожности. То есть, если вы ходите на работу, и у вас все-таки работа связана с общением с клиентами, то никаких бабочек. Если вы свободные, свободные птицы творческие, пожалуйста, можете носить. Ну, бабочки как и в мужском, так и в женском гардеробе присутствуют. Еще хочу обратить внимание на форму очков. Она немножко видоизменилась, да, и очень модные вот в наступающем сезоне оправы, прозрачные оправы именно на контрасте с темными стеклами. Вот, и оправы, которые сочетаются вот с металлическими вставками. Ну, и такой вот коротенький мастер-класс, потому что женщины порой, ну, не знают, как носить и броши, и палантины. Я вам сейчас покажу один такой вот простенький способ. Вот смотрите, берем широкий шар, да, палантин, да, ну, есть разные варианты, но я люблю вот такие вещи. Я покупаю вот такие кольца. Они недорогие. Какого-нибудь большого размера, да? Эффектные, да. И здесь вот, я правда сейчас не вижу себя, ну, вот просто вот такой вот элемент, да, на любом платке, и тут уже подобранная брошь, да, будет смотреться очень оригинально. Отличный, отличный способ. Ну, и придаст вам изюминку именно вашу. Отличный действительно способ и такой простой. Преображение сразу такое. Спасибо вам большое за отличную идею. А что же еще такого интересного, запоминающегося, может быть, придумали дизайнеры в этом году, что запомнилось именно вам? Что запомнилось мне? Ну, я, конечно, люблю аксессуары, которые возле лица. То есть вообще вот для женщины, для женщины, мужчин несколько другая политика. Понял, да, я не мечтаю. Да, вот здесь сейчас о мужской моде. Это для женщины, конечно, очень важно оформлять именно эту зону, портретную зону, да? И женщина, которая не носит аксессуары, она себя очень обедняет, обедняет себя и свою внешность. Поэтому, конечно, я люблю крупные аксессуары. Это серьги, это колье. И еще один такой вот, ну, правило, можно сказать так, да, что аксессуары нужно все-таки подбирать с учетом своей, своего типа, фигуры, да, своей масштабности. То есть вы знаете, big woman в виде меня. Спасибо большое, Валерия. К сожалению, о мужской моде мы сегодня не поговорили, но я думаю, вернемся к этому разговору чуть позже. Обязательно, обязательно. Спасибо большое, продолжаем наш эфир. Наш следующий сюжет созрел буквально, как наливное яблочко. Елена Шишкина расскажет. Наливные яблочки издавна были любимым лакомством на Руси, а яблочный спас – одним из самых радостных летних праздников. В этот день в каждом доме готовили лакомство с яблоками и, конечно, варили варенье. Сотрудники литературного музея, расположенного в единственной сохранившейся в Самаре настоящей городской усадьбе, решили, что слишком давно по их двору не разносился аромат печеных яблок из свежей сдобы. И решили с этого года подарить своим друзьям новую традицию – отмечать яблочный спас в музее. Это праздник очень любимый в России. Во всех русских усадьбах варили варенье, заготавливали на зиму, пекли пироги. В этой усадьбе Александра Леонтьевна всегда готовила Алешеньке яблочный пирог. Поэтому, ну, как сам Бог велел, да, делать такое событие. За праздничное угощение отвечали Кристина и Катя. Сколько раз уже успели поварить варенье до сегодняшнего дня? Это пока первое блюдо. Вот стоит у нас второе. Но первое уже расходится. Думаем, что через некоторое время все съедят. Наверное, главный рецепт – что с любовью, лаской. А волновались перед сегодняшним днем? О чем вы думали? Вот много же гостей придет, сколько нужно варенья? Конечно. Очень долго готовились. Все расставляли, готовили. Волновались. Волновались, чтобы всем понравилось. Все пришедшие в музей получали частичку их любви совершенно бесплатно. С лимончиком? Да. Очень вкусно. Что скажете? Отлично. С лимонными корочками. Замечательно. Что ты скажешь, Григорий? Ммм, вкусно. Да, вы варите такое? Нет, с лимонными корочками ни разу не пробовали. А вы вообще любите варенье? Да, очень. Домашнее, замечательное варенье. Кроме того, гостям, а главное их детям, предлагали совершить кулинарное путешествие по Европе, отведав самые знаменитые яблочные десерты из разных стран – шарлотку, штрудель, яблочный пай. Затем детишки узнавали, каково яблочко не только на вкус и цвет, но и как оно может вдохновить на творчество. А Екатерина, пожалуй, лучше всех подготовилась к празднику, хотя знает о нем не так много, как хотелось бы. Честно говоря, с этим, конечно, тяжело. Но для молодых людей я не думаю, что это привлекательно и актуально. Ну, честно признаюсь. Но нужно находить какие-то способы трактовки, какой-то интерпретации, чтобы это было актуально и интересно молодым людям. А что в яблоках может привлечь молодежь, как вы думаете? Их вкус? Сидор надо было добавить. О, да, сидор, конечно, я забыла. Но, к сожалению, у нас здесь нет напитков яблочных, но сидор, безусловно, да-да-да, могло бы привлечь. Вот она – идея для следующего музейного праздника. Хотя, как подчеркивают организаторы, не ради хлеба насущного собирались здесь гости. Самое главное, мы захотели, чтобы все наши друзья пришли к нам сюда после отпусков, поделились своими впечатлениями, увидели друг друга. Это же здорово. Елена Шишкина, Виктор Соколов, «Утро губерния». Открываем запасы сегодняшнего дня. Наш гороскоп подготовлен совместно со студией детского творчества «Фантазия». Большое спасибо руководителю этой студии Оксане Борисовне Степановой и автору всех песочных рисунков Виктории Митрофановой. Итак, овны. Не думайте о деньгах, даже если их немного. Они не решат ваших проблем и счастливее не сделают, во всяком случае, сегодня. Подумайте лучше о том, что действительно приносит вам удовольствие. Тельцы, пришло время отдать все свои последние силы родственникам и их заботам. Если нет настроения, просто исполняйте все их прихоти молча. Что поделаешь, такой день. Близнецы. В личной жизни полный порядок. Осталось только заполировать каким-нибудь красивым жестом или подарком. Пусть и небольшим, зато как приятно будет вам обоим. Раки. Займитесь делами, которые вы бесконечно откладываете. Все равно это не может длиться вечно. Зато какая гордость за самого себя накроет вас в конце этого дня. Львы. Делать дела левой пяткой каждый умеет. И таких каждых вокруг вас целый кабинет. Остановите безответственность своей властной рукой. Пора ковать команду для большого проекта. Девы. Споры неизбежны. Попробуйте минимизировать их последствия. Важно понять сразу, что в этой войне победителей не будет, а вот осудят всех. Берегитесь. Весы. Хватит жалеть себя. Время пахать и собирать урожай. Как только вы истребите ленивые настроения в своей голове, все тут же пойдет на лад. Результаты ждать себя не заставят. Скорпион. Вас ждет неожиданное и приятное знакомство. Не отворачивайтесь от незнакомых людей. Ведь друга или вторую половинку можно найти даже в супермаркете. Стрелец. День удовольствий и ничего не деланья. Подготовьтесь и подойдите к нему с полной ответственностью. Когда вам еще удастся так отдохнуть? Растяните удовольствие. Козероги. Опоздание смерти подобно. Вам кажется, что из-за пяти минуточек ничего не случится, но вы буквально изгоняете удачу из своей жизни. Будьте как часы весь день. Водолей. Поведение агрессора вам, во-первых, не к лицу, во-вторых, совершенно неэффективно. Наоборот, включите режим абсолютной вежливости даже с хамами. Рыбы. Расширьте круг своего общения. Попросите друзей познакомить вас с кем-нибудь интересным. Или сами проявите инициативу. Вот увидите, как позитивно это повлияет на вашу жизнь. Вот и подходит к концу утра губернии. Хорошего всем дня. Не консервируйте себя дома, ведь осень – любимое время года поэтов. С вами сегодня были Александр Кондратьев. Виталия Пушникова. Увидимся. Всем пока. Одежда ведущим предоставлена сетью магазинов модной одежды «Нью-Йоркер». Благодарим фитнес-клуб «Кинапвелнос» за помощь в проведении съемок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова